Возревает третья революция в военном деле, и она называется искусственный интеллект. Если первые две революции, это порох первой революции, второе ядерное оружие. Ну, до определенной степени, конечно, эти определения условны, но где-то это, в общем-то, близко к истине. И вот близится третья революция, он наступает уже, уже, собственно говоря, все работают над этим, не покладая рук. И вот Министерство обороны Соединенных Штатов опубликовало краткое содержание стратегии Министерства обороны по искусственному интеллекту. Этот документ вот закладывает основу взаимодействия военного ведомства с нехтологиями искусственного интеллекта. Но дело в том, что вот все разработки по искусственному интеллекту, как в Китае, так и в Соединенных Штатах, они сосредоточены в руках военного ведомства. Там открыто самое широкое финансирование, там привлекаются самые лучшие кадры. И вот, опять-таки, я немножко подцитирую американский документ, поскольку здесь подцитирование не обойтись. С точки зрения Пентагона технологии искусственного интеллекта способны радикально преобразовать военное дело. Авторы вот этих разработок американских считают, что Пентагон обязан определить для себя рамки использования новых технологий, так как их уже начали внедрять в Россию и Китай. Они, по-моему, слишком на данном этапе высокого мнения о нас. Китай нас начинает обгонять. Там у них какая-то конторка, значит, называется 360. Вроде как там 2000 сотрудников. Но это только верхушка айсберга. Айсберг скрыт в военном ведомстве, а там десятки тысяч сотрудников напряженно работают над этой проблемой. 2000 сотрудников в Китае – это ничто. Нет, опять-таки, это только верхушка айсберга. Вот только тот кончик, который показался из воды. Вот понимаете, в том же самом ДАРПе, например, там, ну, если хорошо, если там исследователи исследовали, ну, где-то 20% исследований оправдалось, приступили к внедрению. То есть у людей есть в плане финансирования большие возможности по маневру. По маневру. И их вот никто не тащит на плаху и не казнит за, ну, вот… Есть время подправить. Есть время подправить. Речь идет о том, что все-таки в научном поиске должно быть вот право на риск. А у нас же есть… У нас же как иногда получается? Что, ну, люди… А потом самые великие открытия иногда получаются. Как? Ну, совершенно случайным образом. Из ошибок, искать. Из ошибок состоят, из каких-то. Ты исследовал, собственно говоря, шел в одном направлении, исследовал одну проблематику, и вдруг у тебя возникли какие-то побочные явления. Присмотрелся к этим побочным явлениям, боже мой, да это же открытие мирового уровня. Или там появились какие-то рентгеновские лучи. Или там внезапно открылась радиоактивность. Ну, как я по прошлым временам. У нас еще как-то вот есть определенная тяга к гигантизму. Ну, по прошлым временам, например, строят там, например, к примеру, там, ракету-носитель тяжелого класса. Ну, кооперация соисполнителей там, ну, тысячи предприятий. Там само КБ там гигантское. Там в этом КБ множество отделов по разным направлениям. Как примерно в самолетостроении. Там прочнисты, там шасси, гидравлика и так далее. Ну, в ракетостроении все примерно так же. И, ну, действительно, это гигантский коллектив, который работает над какой-то масштабной задачей. То сейчас вот изобретения, которые имеют вот мировое значение, мгновенно расходятся по миру, они порой возникают вот в коллективах, там, ну, 10-15 человек. Маленькая лаборатория. Маленькая лаборатория. А сзади где Илон Маск подкрадывается. А Цукерберг там откуда-то вышел. Да, с горожей. Стив Джобс, опять-таки. Билл Гейтс, опять-таки. Это что там у него? Там КБ, что ли, было огромное? Там 10 тысяч персонала, там, и финансирование многомиллиардное. Нет, теперь-то больше. Ну, теперь. Намного. У нас такие почему-то не появляются. И на данном этапе вот одна из важнейших задач все-таки вот это, вот, формирование вот каких-то рабочих групп для создания вот этого образовательного продуктора, адаптированное, ну, вот сейчас, скажем, даже для детей, вот по теме искусственный интеллект. Вот выявление вот талантливых детей, создание вот этих научно-технологических кластеров.